Два человека живут в человеке. Вот о чём говорит христианство. И оно утверждает, что духовность человека, то, что мы пытаемся назвать духовностью, определяется не внешними характеристиками, присущими человеку, а именно с содержанием его души. Может быть, духовность дьявольская, может быть, духовность божественная. Вот эти два начала. Тютчев писал же, откуда, как разлад возник, и отчего же в общем хоре душа поёт не то, что море, и ропщит мысленный тростник. Христианство предлагает средства и, если хотите, методику или путь, путь исцеления человека. Значит, ещё раз повторяю. Первое. Христианство утверждает, и мы в этом легко, легчайшим образом убеждаемся, что, к сожалению, мы очень больны. Я говорю, духовно больны. Больны в каком смысле? Наполнены полный мешочек этих страстей, полностью покрыта, если хотите, наша плоть этими чирьями или нарывами, или как в народе их называли, как говорят, чирий, когда сядет такой крепкий, говорят, барин, не трожь его, потому что если человека затронуть, он подскакивает до потолка. Ещё бы! Вы знаете, оказывается, какое удивительное открытие, какое делает христианин вот на этом пути духовной жизни! Поразительное! Какое? Какое? Я знаю, что нельзя завидовать. И тут же завидую. Нельзя тщеславиться. И тут же нас кверху поднимают. Нельзя лгать. Нельзя притворяться. А как же я без этого и жить не могу? Поразительно, с чем сталкиваюсь-то, оказывается. Я увидел весь срам, а ничего сделать не могу. Вот это реальность! Насколько я помню, устроители объявляли такую тему очень кратко сформулированную духовную жизнь. Тема, кажется, достаточно уже всем хорошо знакомая, но ещё древние римляне говорили «Repetitio est mater studiorum» «Повторение есть мать учения». И поэтому, может быть, и даже такие темы, которые действительно уже часто, может быть, повторяются в разных ракурсах и в разных вариантах, но мы все понимаем, что они, тем не менее, тем не менее, как-то душой чувствуют, что они очень нужны, эти вопросы. И о них не говорить не только нельзя, а просто даже сверхгрешно. Итак, вот вопрос, который был поставлен на эту встречу. Что это такое духовная жизнь? С чем она связана? Какие основные, я бы сказал, положения присутствуют в ней? Речь идёт, естественно, о духовной жизни христианина. И приходится об этом говорить по той простой причине, что само понятие духовности к большому, конечно, сожалению, но это естественный процесс, уже имеет разное значение. Духовность. Что такое духовность? А отсюда вытекает и что такое духовная жизнь. Вы знаете, очень часто духовным человеком называют человека воспитанного, великолепно, так сказать, ориентирующегося в общении с другими людьми, культурного, я бы сказал, галантного, человека эрудированного, человека образованного и уже, конечно, человека умного и человека, ну, понятно, нравственного. Вот вам духовный человек. Вы знаете, кажется, это всё хорошо, и против этого возражать ничего не будешь. Это хорошо. Но хорошо только до определённой границы. Если мы говорим или попытаемся говорить о православном понимании духовности, то мы встречаемся с новыми характеристиками, которые для многих просто остаются в тени. Дело вот в чём, что все вот эти внешние характеристики, которые очевидны, они же очевидны, как я себя веду, как я разговариваю, как я общаюсь с людьми, как я веду себя на работе, в обществе. Это всё видно, правда? Даже моя нравственность, и то она достаточно очевидна. Все знают, что я не состою на учёте в МВД, да, что никого не убивал, не сидел, например, в тюрьме. Вы понимаете, да? А если ещё знаешь, никого и не обманывал, так, в общем-то, не подводил, так то, ну, уже понятно, какой человек. Понятно? Понятно. А самому этому человеку понятно? Конечно, понятно. А что понятно? Что я не фунт изюма. Я не такой, как прочие люди. Понимаете, что понятно? Этот, кажется... Вы слышите, какая характеристика, какое понимание духовности-то? С чем оно связано? К чему оно ведёт? И что внутри-то содержит в себе? Оказывается, этот духовный человек с точки зрения определений наших энциклопедий, посмотрите, в наших словарях, энциклопедиях, всё, что я перечислил, это и есть характеристика духовности. А оказывается, оказывается, я не такой, как прочие люди. Вы что? Посмотрите, в тюрьмах сколько сидит. Что я такой, как они? Посмотрите, обманщики, эти хапуги, эти прихватизаторы. Я не такой, как они. Христианцы обращают внимание на самый корень, если хотите, человеческой личности. И какой корень-то? Гордыня, самомнение. Самомнение. А что такое гордыня? Гордыня – это есть ничто, и когда я сверху вниз смотрю на других людей, когда я вижу себя лучше очень многих, чуть ли не всех. Ну, по крайней мере, есть ещё люди, такие, как и я, но их не так много. Вот самое большее, что я могу видеть. Подумайте, это духовность, да? Это что же за духовность? Да я вам скажу, что подчас человеком, который, может, и выпивает, так сказать, ну, и руганётся двух-трёхэтажными, ну, может, иногда десяти, ну, что делать, бывает же в горячках. Да. Ну, может, человек простой, может, он сам видит себя, что, да, я, к сожалению, вот такой, с ним подчас можем проще общаться, чем с этим человеком, который видит себя выше всех и выше других, с этой гордыней, с этим самомнением. Но эти вещи, может быть, тоже очевидны несколько, когда мы видим эту гордыню и самомнение, у нас действительно это вызывает отвращение. Бывает же гораздо и глубже, когда эта гордыня, может быть, прямо не проявляется. Христианство ещё указывает на один момент. Ну, да, я, конечно, не считаю, что я лучше всех, но не считаю, конечно, просто я понимаю, что я нормальный человек. Слово нормальный – знак равенства – хороший. Есть и другое. Вот разговор с человеком, очень образованным, профессором, доктором, наук, очень приятным человеком, очень хороший человек. Говорят, ну, вы знаете, всё-таки бы, ну, он учёный, ну, почему не заинтересуетесь христианством? Ведь всё-таки разумный человек должен же понимать, что один из главнейших вопросов, который должен стоять перед ним, перед кем? Перед тем, кто смертен. Ведь жизнь – это искорка. Раз! Вспыхнула и угасла. Умный человек-то должен же понимать, что самый главный вопрос, который должен стоять перед ним, это вопрос, в конце концов, для чего я живу? Какой смысл моей жизни? Скажу даже так, с какой смысл моей деятельности? Хотя это требует небольшой интерпретации, конечно, но не буду отвлекаться. Этот же главный вопрос. И очень странно, когда этот разумный человек и образованный, и культурный, и добрый, если я вам хочу, и порядочный, да, вдруг даже не думает, думает об этом. Вот это уже поразительно, я вам скажу. Это даже просто непонятно. Действительно ученый, действительно образованный, действительно разумный, и о самом главном не думает. Думает о проблемах различного рода, ну, профессиональных, допустим, проблемах, ну, уж, конечно, политических. Кто о политике не говорит? Боже мой, кто абсолютно ничего не понимает, и он глубоко, с высоты сурит, этот Путин не так, или этот, да, сяк, и так далее. Мы же все понимаем, мы их понимаем больше, чем все они. И в чем дело? Что это такое? И при этом, когда говоришь человеком, но давайте поговорим о христианстве, все-таки оно же дает прямой и очень серьезный ответ на смысл человеческой жизни. И надо бы заняться этим, может быть, даже подумать потом, потом, увидев основание христианской веры, увидев, что христианство – это не просто какая-то пустушка, какая-то фантазия, которая пришла кому-то в голову, а это принцип, великий принцип жизни, такой принцип, который действительно дает внутреннее благо человеку. Ведь мы же временно живем? Временно. Ну и почему вы против того, если человек получит внутреннее глубокое удовлетворение уже в этой нашей многоскорбной, я бы сказал, многопопечительной, как выражается, жизни? Это же много значит. Ну и потом, если бы вы увидели, вы же человек образованный, понимаете, если бы вы увидели, что действительно христианство в сравнении с многими мировоззрениями, которые уже нам известны, которые вам известны, если бы вы увидели, что действительно здесь основание есть для его приятия, может быть, и войти даже в церковь, не в храм, а в церковь, может быть, даже принять крещение, стать членом церкви. И вот, представляете, то, что я сейчас говорю, я говорю из реальной жизни, и, может быть, даже многие из вас соприкасались с этим. Нет. Какой-то... И знаете, ответ какой? Во! А к чему я и веду весь разговор-то? И знаете, ответ какой? А я не знаю, какие у меня грехи. Я не знаю, я никого не убивал, не грабил, не обманывал, я следовал всегда законам. В университете мне всё нормально. Я не знаю, о каких грехах вы говорите. В чём дело? Я пообещал и говорю. Вы слышите, ещё есть более тонкое даже. У него нет этой гордыни внешней, о которой мы вначале говорили. Нет-нет! Нет этой гордыни. Но, слушайте, поглубже-то что? Я хороший человек. И мне уже никакого христианства не надо. Мне больше вообще ничего. А что ещё нужно? Что мне оно даст? Что оно мне даст, христианство? Да. Вот, оказывается, это этот вопрос, который, к сожалению, так сказать, не очень как-то ясно, на который мы не очень ясно подчас даём ответ и не имеем чёткого, ясного понимания даже его. Что же оно нам даст? Если я уже, в общем, хороший человек, у меня ничего дурного за мной не числится, не стоит, что ещё мне нужно? Семейная жизнь нормальная, работа нормальная, здоровье нормальное. Скажите, что ещё нужно? Вот здесь-то мы и подходим, действительно, по крайней мере, пытаемся подойти к вопросу, может быть, к вопросу, имеющему колоссальное значение в жизни каждого человека. О чём же говорит христианство? Что оно ещё может предложить человеку? Что это за духовность, с которой оно выступает и всё время говорит? Что необходимо вести духовную жизнь? И вот здесь, может быть, я начну с того, что скажу, в христианстве есть развлечение между понятием духовности и понятием душевности. Иногда эти понятия у нас отрисляются, и мы их употребляем как синонимичные, но здесь как раз, когда проводится это развлечение, то это имеет существенное значение. Христианство говорит, одно дело – душевность, то есть, когда мы живём по нашим обычным размышлениям, обычным чувствам, чувствам благожелательства, может быть, неприязни, сочувствия, сожалению, если хотите, милосердия, помощи и так далее. Это вот эта вот душевность. Эта душевность распространяется теперь, посмотрите, с какой огромной силы, например, на Западе и уже к нам хлынуло вовсю. Это к животным. Уже скоро мы животные будем, уже к ним относиться с куда с большей любовью, чем к человеку. Собаку не троньте, которая вас кусает. Не троньте. И которую, может быть, пуснуло человека. А ты что? Помните, как... Где там у Чехова? А что ты, дурак, свой палец подставлял? Вот тебе и куснуло. Слышишь, куда идёт? Довольно часто, вы знаете даже наблюдение психологов, что люди такого часто очень сентиментального склада бывают очень жестокими, когда доходят до дела. Знаете, скажу вам, ну, вот, может быть, это не особенно приятно, конечно, но это было замечено даже вот в германскую войну, Германию первую, вторую, что многие из них действительно, которые были такого сентиментального склада, могли даже вот очень выразить, какой-то чуть не слёзы пролить, и в то же время жестокостью относиться к пленным людям. Но это вопрос отдельный, это нужны факты, не хочу распространяться об этом, хочу интересное наблюдение, что часто эти сентиментальные люди, которые легко заплачут, легко пожалеют всё, в то же время, как только затронешь их самолюбие, о, Боже мой, что начинается! Душевность – это, если хотите, вот эта вот чувствительность. Чувствительность. С одной стороны, кажется, это хорошее дело, но христианство говорит, эта чувствительность – есть нечто иное, как психика и нервы. А у человека, кроме этого, есть ещё нечто. Что это нечто? Ну, вот, вы знаете, каждый раз приходится обращаться всё к древним грекам. Что ты будешь делать с ними? Они говорят, что душа человеческая трёхсоставна. И указывают, указывают... Очень интересно, кстати, говорят, что у растений есть душа, но вот жизненная сила – вот это и есть. А у животных – о, посмотрите, мой котик самый умный! Вот, ещё бы! Посмотрите, сколько ума палата! Да уж, а пёсик, тут ещё всё, на целый порядок ещё выше! Животные, древние греки говорили, а у человека, так, у пёсика уже, у этого, пёсика нашего друга, у него и растительная же, естественно, это жизненная сила, которая растёт. И ещё плюс – то, чего нет в растениях. А вот у человека душа трёхсоставна. У человека есть то, чего нет у этих двух. У него есть ещё дух, по-гречески – нус. Пожалуйста, не перепутайте с носом. Нус. Нус – это и есть как раз, переводится как дух или иногда как ум. Но ум не тот, который теперь моделируется и переведён в железку под названием компьютер. Нет, а есть нечто другое. Ум – не рассудок. Моделируется рассудок, а именно ум. И вот этот ум, он является той яркой, отличительной чертой, характеризующей человека, которым он именно выделяется из всего живущего. Вот этот дух или ум, он делает человека человеком. Вот эта трёхсоставность души человеческой, она прежде всего обращает на себя внимание. Так вот, если первые два взять, особенно взять вот эту вторую часть, вот эту животную часть, я бы сказал, животные, так, здесь мы много найдём. Посмотрите, у того же собаки, как она может и ласкаться, и как она может гневаться, как она может за хозяина броситься и разорвать там кого-то такое. Слышите, сколько эмоций! И положительных, и агрессивных! Это всё душевность! Духовность заключается в совсем другом! Совсем другом! Это не просто психика! Это не просто нервы! Нет-нет! Что же это такое другое? Здесь мы приступаем к самому сложному вопросу, о котором, можно было бы сказать, лучше ничего не говорить, потому что о вещах простых говорить понятийным, пытаться выразить понятийным образом бывает очень и очень непросто. Но придётся! Вот что говорит христианство. В человеческой душе, помимо его сознания, психики, его нервоват, есть ещё то, что именуется в переносном смысле по отношению к телу, но в прямом смысле по отношению к душе – сердце. Сердце, в котором, из которого исходят, опять-таки, выражаясь языком именно христианским, именно христианским, исходят страсти, как положительные, так и отрицательные страсти. Правда, обычно, когда упоминают слово страсти, то подразумевают, как правило, отрицательные вещи, о чём идёт речь. О чём идёт речь? О вещах самых жизненных, я вам скажу. Самых жизненных. Зависть. Ой, какой ужас! И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть, писал один человек четвёртого столетия. тщеславие, даже гордыня, ненависть, страсти живут в человеческой душе. Причём, странное дело, они скрыты до того времени, пока человека не коснулись вот с этой стороны. Пока меня никто не обругал, я думаю, что я ко всем отношусь хорошо, но кто-то меня обругал. О! И вскипело! И сразу вскипело! Что случилось такое с тобой? У человека другого лучше, чем у меня! И что из этого получилось в моей душе? Целая буря! Настоящая буря! А не что-нибудь! Сколько ненависти подчас возникает в душе человеческой! Эта ненависть выражается даже в соответствующих действиях ужасных и даже преступных! Христианство говорит, что духовной стороной человека являются не вот эти внешние характеристики, образ его поведения, внешняя нравственность, нет-нет, не знание, нет! А духовной стороной человека является именно содержание его души, души, в которой есть и добро, и зло. Как действительно хорошо сказал поэт, ах, две души живут в груди моей, и рвутся в рось, и жаждут разделения! Каждый человек ощущает в себе вот эту борьбу буквально двух начал! Двух начал! Если подходить, если пытаться охарактеризовать их с точки зрения Священного Писания, то речь идёт о ветхом, то есть старом, старом, в данном случае разрушенном, негодном, плохом, грязном, ветхом человеке и новом человеке, о котором уже говорит совесть. Совесть реагирует на всё дурное! Два человека живут в человеке! Вот о чём говорит христианство! И оно утверждает, что духовность человека, то, что мы пытаемся назвать духовность, определяется не внешними характеристиками, присущими человеку, а именно содержанием его души. Может быть, духовность дьявольская, может быть, духовность божественная. Вот эти два начала. Тютчев писал же, откуда, как разлад возник, и «И отчего в общем хоре душа поёт не то, что море, и ропщит мысленный тростник». Что такое? Что это в душе такое? Христианство утверждает реальность. Это не фантазии, а реальность. И говорит, что самая суть человеческой жизни именно здесь, в этом сердце, и совершается. здесь именно. И от человека зависит, что он изберёт, чем умом, сознанием, волей, изберёт ли он именно сознательно ту или иную сторону. Не просто жизнь, знаете ли, как перекати поле, знаете, куда дунул ветер, это легчайшее, так туда и покатилось. В другую сторону и сюда покатилось. Это животный подход к жизни. Здесь требуется христианство на чём настаивает. Ты должен, человек, ты решить в самом себе, чему ты хочешь отдать предпочтение, так, и в каком направлении уже стремиться действовать и жить, и жить. Два вот эти начала. И вот здесь мы встречаемся, пожалуй, с самым трудным вопросом. Ну, хорошо, я вижу в себе и то, и другое, но что я сделаю? А что можно сделать вообще? Очень, я вам скажу, и звучит очень интригующе этот вопрос, и он по существу является, может быть, самым радикальным и в жизни человеческой. Ведь, действительно, я не хочу никого осуждать, но только мне сказали о ком-то, я начинаю осуждать. Я не хочу завидовать, но, боже мой, на каждом шагу такое-то происходит, не хочу, так сказать, неприязнь относиться к кому-то, но у меня так и прёт изнутри и что же? Причём самое любопытное, что вот это ветхое начало или эти дурные свойства, чем они характеризуются? Они, они, оказывается, приносят мне страдания. Недаром это великолепное славянское слово страсти от слова страдать действительно так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Слышите? Я зелене от чего? От того, что другому хорошо. Страсти они приносят страдания, любые страсти, любая страсть, даже та, которая, кажется, в какой-то момент приносит удовлетворение, удовлетворение, на самом деле, на самом деле, чем она грозит? Что сейчас, да, удовлетворение, раз, сейчас, в другой момент, нет, и что делать? Ищи, гонись, гонись, зачем гонись? Знаете, говорят так, что иногда крестьяне, еще в старые добрые времена, чтобы лошадь лучше бежала, ну, кнут-то кнутом, но нельзя же все время. Они нашли очень хороший выход, брали пучок хорошего, пахнущего сенца и привязывали его так, чтобы впереди ее морды было вот так, рядом, и лошадь за ним, и лошадь за ним, и бежит во весь опор. Больше ничего и не надо, только догнать не может. Так и здесь то же самое. Даже то, что, кажется, приносит человеку удовлетворение, на самом деле, даже здесь и то мы видим, чем это кончает, чем кончается обжорство. Все мы прекрасно знаем, ну, не буду перечислять, потому что, какую ни возьми страсть, которая даже, кажется, приносит удовлетворение, в конце концов, чем это кончается. Кончается чем? Человек привыкает, кажется, к этому, жаждет этого и оказывается, как лошадь перед пучком этого сена. Все же иссякает, все же кончается. Уж не говорю о других страстях, которые как мучают, Боже мой! Посмотрите, что делают, что делают в борьбе за власть. Сейчас мы это все видим великолепно. Любые выборы и началось. И проклинают друг друга, и лгут, и доходят до каких преступлений? Властолюбие – жуткая вещь! Властолюбие же ввергало мир неоднократно в страшные войны! И, к сожалению, поскольку с этой страстью никто не борется, потому что никто не говорит, что это плохо. Ну, да, плохо, да, но ничего особенного, кроме христианства. И опять ввергнет, потому что этих властолюбцев достаточно много. И когда они поднимаются вверх, и когда в их руках оказываются рычаги власти, можно ожидать самых страшных последствий. И так христианство говорит, что страсть – это то, что приносит страдания человеку или прямо уже тут же приносит. Потому что когда я кого-то осуждаю, я уже, вы знаете, уже я напрягаюсь как? Как, насколько я себя вижу лучше его? Я бы так никогда же не сделал, сами понимаете, да. Я-то, я чувствую, насколько я лучше его. И вдруг мне кто-нибудь тут скажет, что я хуже его. О, Боже мой! Какая трагедия! Ну, мне кажется, что здесь особенно расписывать нечего. Кажется, каждый понимает, что действительно страсти в самом зерне себе действительно содержат страдания. Как избавиться? Об этом никто не думает. Вы понимаете, удивительная вещь! Практически никто не думает, как избавиться от зависти, от тщеславия, от властолюбия. Никто не думает. Это удивительно. Об этом мало говорят. Ну, психологии там это поговаривают, да, но, в общем-то, это не является смыслом человеческой жизни. Это так, что-то мешает жить. Христианство говорит, в этом смысл. Это центральное направление человек. Почему? Потому что все мы хотим быть какими, но счастливыми, конечно. Я выражаюсь этим грубым словом. На самом деле есть куда более высокие понятия, чем просто это счастье. Страсти мучают, да, и малейшее прикосновение к ним, как к нарыву, приносит страдания человеку. Повраги, не похвалите тщеславного. Бедный. Как? Вы что видите? Артист вообще не сможет больше выступать, если ему не будет хлопков. Все, карьера окончена, трагедии полные. Да и любую страсть, какую не возьмите. Так вот, христианство утверждает, что человеку надо именно подумать об этом. иначе все бессмысливается, вся наша жизнь. Это вся эта канитель, это непрерывная суета, это работа, это всякий, я не знаю, чего только нет. Да, именно суета, я скажу. Непрерывная суета, и причем повторение ее из одного в другое, из одного дня в другой. И так крутится, крутится всю жизнь, как белка в колесе. И действительно человек оказывается как лошадь перед этим пучком сена. Мы все ждем, ждем, ждем. Интересно, о чем мы ждем? Любопытно мы думаем. А чего же мы ждем-то любопытно? И каждый день одно и то же. Так редко бывает, все ждут праздника. Пришел праздник, раз, все, все, и потом опять идет, и опять идет. христианство вот действительно трезвая религия. Она призывает человека все-таки остановись, посмотри, посмотри, подумай, разумно, у тебя же есть разум над смыслом своей жизни и всей своей работы и деятельности. и говорит главным препятствием на пути того, чего мы ищем, а мы все ищем для чего, ну, я говорю, ну, счастье, это даже и сказать-то громко, являются, что наши страсти, с которыми никто не борется и никто не призывает бороться. Первое, о чем это хочется, и сказать, когда мы подходим к пониманию вопроса духовности? Первое, это решимость, в конце концов. Понять, во-первых, надо, что они являются злейшими моими врагами. Не люди, не обстоятельства, а я сам у меня полон нарывов, а я кричу на других, что вы меня трогаете? Что вы меня трогаете? Да ему говорят, голубчик, ну, ну, ты позаботился о своих нарывах-то. Тебя бы затронули, тебе бы не больно было, и ты бы не страдал. Вы слышите? Именно это происходит. Виноваты все вокруг меня, один я, только хороший. на самом деле, христианство просто чётко и говорит человеку, ты весь в нарывах, пойми, пожалуйста. Я не заставляю тебя, говорит христианство, верить. Не надо верить, ты проверь, ты просто понаблюдай и увидишь. Ни с какой стороны нельзя тебя тронуть. Задача номер один. Увидеть это, внимательно посмотреть, без очков розовых, тогда возникнет сразу же другая задача. А что делать? А что делать? И вот здесь, скажу, христианство действительно даёт, указывает рецепт. Как мы все ищем рецепт? Заболели гриппом? И давай глушить антибиотиками. То есть, против себя. Анти-жизнь. Ну, говорим, конечно, против них, против вируса, но на самом деле себя. Так вот здесь христианство предлагает средства и, если хотите, методику или путь, путь исцеления человека. Значит, ещё раз повторяю. Первое. Христианство утверждает, и мы в этом легко, легчайшим образом убеждаемся, что, к сожалению, мы очень больны. Я говорю, я говорю, духовно больны. Больны в каком смысле? Наполнены полный мешочек этих страстей. Полностью покрыто, если хотите, наше плоть этими чирьями или нарывами, или как в народе их называли, как говорят, чирий, когда сядет такой крепкий, говорят, барин, не трожь его, потому что, если человека затронуть, он подскакивает до потолка. Ещё бы! Какие же средства указывает христианство? Борьбы с этим. Вот опять, первое же утверждаю, тот человек, который не увидел этого в себе, ничего он бороться не будет. До тех пор, пока я хорош, я буду обвинять всех на свете вокруг себя. Почему? Потому что я-то хорош, я здоров, а все вокруг меня больные. Никого не тронь. Первая, оказывается, задача, первая задача, это, наконец, сознаться себе, увидеть и сознаться. Верно, я действительно грешный человек. Верно, меня не тронь, а то пойдёт вонь. Верно, первое. И, кстати, психологически, насколько же, оказывается, эта задача трудной. Потому что я уже привык видеть себя всегда хорошим. Все вокруг меня. Ну, в основном, дрянь, конечно, это ясно. Ну, некоторые, может быть, так получше, один я хороший. Всегда причём хороший. Кстати, я, когда опаздываю на лекции, я грозно спрашиваю студентов, кто виноват? Они дружно отвечают, не вы, не вы, не вы, да. Я говорю, молодцы, правильно, не случайно. Не случайно вы в семинарии учитесь. Да, всё уже узнали, все истины. Так вот, что же предлагает христианство на пути вот этого? Первое – познание себя. Смотрите, как хорошо, здорово звучит, даже по-философски звучит познание себя. А, кстати, вы знаете, даже древние приходили к этому. Однажды рассказывает так, Платон, греческий философ, рассказывает о Сократе, говорит, однажды Сократ подошёл к Дельфийскому храму и указывает ученикам своим, посмотрите, те смотрят, на фронтоне Дельфийского храма было написано «Гнофи-сеофтон» – «Познай самого себя». Уже древние понимали, что человек для познания истины прежде всего должен познать самого себя, ибо он – центр космоса. Он только через себя может постичь то, что именуется истинным. В данном случае в христианском понимании, что это значит и как это понять. Вы знаете, как узнать, сильный я или нет? Я хочу узнать. Ну, предложите мне сейчас сюда десять пудов. Я попробую одной рукой поднять. Все будут хохотать от удовольствия. скажут – великолепный анекдот. Одно, другое, третье, десятое. Эх, наконец возьму какой-то грош, поднял и понял, какой я сильный. А знаете, почему об этом говорю? Я хочу узнать, какой я хороший? А где мерила этой хорошести? Где эта норма этой хорошести? Опять мы с вами оказываемся перед какой проблемой? И все же мы помним прекрасно, Кроха, сын пришел к отцу и спросил Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Действительно, где мерила? христианство показывает это мерила. Христианство прямо показывает эту норму. Возьмите Евангелие, и мы увидим. Вам сказано, возлюби ближнего и возвиновить врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть, то есть всякое зло. Будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосерд есть. Относитесь другим людям так, как вы хотели бы, чтобы к вам относились. И поразительные слова произносят, которые, может быть, теперь становятся немножко понятными, облаженно нищие духом. Ибо таковых есть Царство Небесное. Что это такое заблаженно нищие духом? Что это такое? Это ублажается человек, который, наконец, увидел, что он действительно болен, вот так болен, как мы говорили, и не знает весь, что делать теперь. Я действительно как нищий, я готов всё отдать. Ну, а что из этого? Мне надо быть здоровым. Блажен, кто увидел это. Если мы возьмём евангельские заповеди, то мы поразимся тем нормам, высоким нормам, я бы сказал, нравственности, духовного состояния человека, к которым он призван. Так вот, так вот, оказывается, на что ориентироваться мы должны. В христианстве есть эти нормы. Кто такой нормальный человек? Просто мы иногда говорим просто Христос, вот его даже поведение, его поведение, но особенно его учение, которое он предлагает, эти его заповеди, вот мы утверждаем, какова норма человечности. Пожалуйста, можно спорить, но я вот не слыхал, чтобы особенно какие-то были возражения по существу против христианских этих вещей, что это плохо, оказывается, чтобы к другому относиться так, как я хочу, чтобы ко мне относились. Разве плохо любить, иметь чувство любви даже к врагу? Вы не думайте, что любить значит гладить обязательно по головке. Ну, что за чпуха? Любить не желать зла! Это совсем разные вещи, а не в том смысле, что значит преступникам надо, знаете ли, леять и дать им полную свободу. Ничего подобного! Зла не желать никому! Зла! Это совсем не исключает справедливого отношения, как ребёнка наказывают справедливо и необходимо, иначе из него неизвестно кто вырастет чудовище, если его не наказывать. Вот, оказывается, что такое любовь? Кто же возражает против этого принципа высочайшего? Да вы знаете, нет оснований возражать против того, того, я бы сказал, идеала человеческого поведения, которое указывает христианство, все те возражения, которые встречаются, легко на них ответить и увидеть, что это какое-то или заблуждение, или непонимание просто. Как вот сейчас я сказал о любви к врагам. Иногда как это любить врага? Вот я ответил, как? По отношению к нему поступать в общественной жизни справедливо, а не по мести, а не по злобе. Вот как поступать. Это будет любовь, да. Выражение действительно любви справедливо, а не по мести. Когда хотят человеку сделать, ты сделал вот на одну единицу, тебе вот в десять раз больше. Так вот, христианство, Евангелие предлагает эти нормы, нормы поведения, нормы жизни, нормы человечности. У нас есть норма. Называются они в церкви заповедями. Заповедями. Почему об этом говорю? Мы же поставили какой вопрос? Первый вопрос. А как же узнать, узнать, здоровый я или болен? Я же вижу себя хорошим. Ответ. вот нормы, видишь? Вижу. Ну, давай. Как только сейчас мы хотели, ну-ка, ты сильный или нет? Ну-ка, поднимай. Поднимай сто килограмм одной рукой. Ах, не можешь, голубчик! Ну, хорошо, вот видишь, нормы, не завидуй. Ну, как не завидовать? Да, не злись. Ну, как не злиться на этого паршивца, этого негодяя и так далее. То есть, вы слышите, как только я решусь жить по Евангелию, по евангельским заповедям, я тут же начинаю видеть, Боже мой, я ничего не могу исполнить. Завидовать нехорошо, я завидую, злиться нехорошо, я злюсь, осуждать не надо, я то и дело, только этим и живу, только этим и живу, всех направо-налево осуждаю. Объедаться, опиваться, ну, как это возможно, это же невозможно, что угодно, интереснейшее явление, что, оказывается, я начинаю только видеть тогда, кто я есть на самом деле, когда я увижу вот этот эталон и начинаю сравнивать своё поведение с тем, что требуется. И тут я хватаюсь за голову. Оказывается, я-то думал, какой я хороший, оказывается, оказывается, во всём не так поступаю. Даже, когда кажется, я оказываю кому-то какую-то помощь, милосердие или сострадание, то и здесь тоже, что я здесь даже вижу? Ну, слава тебе, Господи! Вот я дал копейку нищему, Господи, давай-ка мне там тысячу. Слышите, и здесь я даже вижу, какой я хороший. Слышите, что Евангелие-то говорит? даже здесь меня тщеславие уже мне подсказывает, до чего же я хорош. Даже в добрых делах и то, то расчёт, то человекоугодие, то выгода, то, в конце концов, просто тщеславие и больше ничего. Даже здесь, в этом хорошем кажется, что я делаю, прям яд, инъекции тут же яда. Вот, оказывается, средство, которое указывает христианство для познания себя. Познание себя, кто я есть на самом деле, а не в своих внутренних мечтаниях. Когда мы хотим узнать, что в нас живёт, давайте посмотрим на свои мечты, на свои мысли, и я сразу увижу, кто я, о чём я мечтаю, кем я могу быть, тем и прочее, каковы мои отношения к другим людям, к вещам, к событиям. Стоит только проанализировать и скажешь, Боже мой, неужели я такой? Никогда не предполагал. это очень важно им, что предлагает христианство. И действительно, без познания себя, которое требует и эталона, и сопоставления себя с этим эталоном, я никогда не смогу увидеть, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтах. Это первое! Это первое! И важное! Правда, я в данном случае говорю о верующем человеке, сами понимаете. Если бы речь шла о неверующем, то мы поговорили о других вещах. Мы поговорили о том, почему христианство истина и другие вопросы, почему даже Бог есть. Сейчас мы говорим о человеке, который всё-таки имеет веру. Вот первое, что необходимо человеку, «Ибо все единогласно, даже древние дохристианские мудрецы, уж тем более все святые отцы единогласно говорят, тот, кто не увидел себя, тот, кто не познал себя, никогда он не может стать христианином». Вы знаете, какие вещи-то страшные! Что значит не может быть христианином? Как такой «Я христианин!» «Я христианин?» Здорово звучит! Уже, голубчик, ты себя и выдал. Кто ты есть? Ты не христианин! До тех пор, пока у тебя самомнение, пока тщеславие, пока хвастовство, пока гордыня, какой же ты христианин! Утверждает единогласно эту поразительную истину! Невозможно стать на путь исцеления, невозможно поверить во Христа, невозможно стать христианином, не познав себя! А себя можно познать только таким путем посмотреть внимательно на свои мысли, на свои желания, на свои чувства, уж не говорю, и свои дела, и сопоставить их с Евангелием. И тогда, тогда я увижу, тогда я познаю себя. Вот, это первое и необходимейшее условие, которое стоит на пути духовной жизни. Следующий этап, который стоит за этим, когда я действительно так делаю, если я действительно так делаю, если я действительно убеждаюсь, я действительно говорю, Господи, прости меня, ну что же такое, я не знаю, мне стыдно даже, если бы все люди увидели, какой я завистливый, да мне, я сраму не знаю, куда деваться, но я взял такое безобидное, наиболее кажется, если похуже вещи. Да, об этом уже говорить не будем. Если бы все увидели, Господи, прости меня, второе в чём состоит, второй, если хотите, вот этап, он, что значит, второй, он, естественно, вытекает из этого доверующего человека. Он действительно обращается, Господи, прости, Господи, помоги, Господи, я не знаю, что делать. Вы знаете, оказывается, какое удивительное открытие, какое делает христианин вот на этом пути духовной жизни. Поразительное. Какое? Какое? Я знаю, что нельзя завидовать. И тут же завидую. Нельзя тщеславиться. И тут же нас кверху поднимают. Нельзя лгать, нельзя притворяться. А как же я без этого и жить не могу? Поразительно, с чем сталкиваюсь-то, оказывается. Я увидел весь срам, а ничего сделать не могу. Вот это реальность. Христианство не боится сказать об этом то, что мы тщательно прячем не только от людей, а от самого себя прячем это. От себя самих это прячем. Христианство говорит, не прячь, не прячь, открой это себе, себе. Речь это не о том, чтобы людям открывать. Себе это открой это и обратись к Богу. Христианство самым решительным образом настаивает, утверждает, призывает и говорит, что вообще невозможна какая духовная жизнь, если не будет и звучит самое, я бы сказал, фундаментальное слово в христианской духовной жизни. Если человек, ты не будешь, не прибегнешь к покаянию. Без покаяния нет возможности освободиться от всех этих гадостей, от всех этих нарывов. Господи, ты мне помоги, я не могу, я убедился. Убедился, ну, не могу и всё. Господи, помоги! Покаяние – это то величайшее в духовной жизни, без чего невозможно никакая духовная жизнь. Все святые отцы, которые прошли этот путь, тщательно прошли с великим, я бы сказал, подвигом и трудом, все говорят, покаяние остаётся центральным моментом жизни человеческой души, которое должно оставаться таковым до последнего вздоха моей жизни. Как только они говорят, если исчезает это, знай, знай, ты попал на ложный путь, ибо отсутствие покаяния свидетельствует о чём? Уже об отсутствии видения своей греховности, то есть о чём? Слава тебе, Господи! Я не такой, как прочие. Ужас! поэтому даже величайшие святые отцы, вы слышите, величайшие даже, которые в церкви православной называются великими, даже они, они, достигая вершин, предельных вершин для нашего человеческого существа в этих земных условиях, находились в этом состоянии. Вот приходится постоянно приводить их изумительные изречения, изумительные их мысли. Сесой Великий, например, когда к нему пришли, пришёл один и сказал, что я имею непрестанную память Божию, знаете, что он ответил? Это невелико! Слышите? Это невелико, велико, когда ты себя увидишь ниже всякой твари, ибо тварь живёт по естественным присущим ей биологическим законам. А у тебя, голубчик, есть ум, и ты видишь, как ты живёшь. Ты нарушаешь те нормы жизни, которые тебе уже открыты. Макарий Великий говорит, Боже, очисти меня, грешного, поскольку я никогда же не сотворил ничего благого, доброго перед тобой. Макарий Великий. Вот, вы знаете, это же поразительные вещи. Его называли земным богом. Это действительно великие, таковых не так много в церкви, которых именуют великими. И он, в котором были такие откровения, который, кажется, уже творил чудеса невероятные, он, друг, молится, Боже, очисти меня, грешного, потому что я ничего доброго не сделал. Подумайте, это что такое? Это что, лукавство, да? Господи, да, какая глупость! Они видели уже, уже видели действительно, насколько мы повреждены и насколько даже тончайшие эти мысли, эти чувства, подчас эти желания, как они тончайшие проникают это в нашу душу и портят даже то доброе, что мы делаем. Помолился человек, кажется, сходил в храм, помолился. Ну, кажется, хорошо. И что тут при этом? И сразу, сразу, слава тебе, Господи! Да, я помолился. Давай мне, Господи, все блага, сыпь с неба. Вы слышите? Это же легко увидеть, только стоит понаблюдать за собой, как у нас действительно всё отравлено. Так вот, святые отцы пишут, пишут такие вещи, что покаяние – это естественное, положительное, ценное, необходимое условие в правильной духовной жизни. Оно даёт мне только возможность действительно приобщиться тому, что уже составляет саму духовную жизнь. то, о чём сейчас я всё говорил, это подготовительные этапы познания себя, попытка исполнить заповеди Божии, покаяние, которые происходят из видения того, что я их не могу никак исполнить. Но это всё, знаете, это смотрится как? Ой, как тяжело! Это что такое блаженный плачущий? Да что же это за жизнь такая? Это же отчаяние настоящее! С ума можно сойти! Что за христианство, за религия такая? Помрёшь от скуки или не знаю от чего? Нет, нет! Вы знаете, когда человек тяжело болен, приходится ему глотать всякую дрянь! Приходится! То прижигание, то микстуры, то там чуть ли не операции. Ой, сколько приходится страдать! Не правда ли? Ну, конечно! Почему? Для чего? Для того, чтобы потом стать здоровым и сказать «О, слава тебе, Господи, наконец-то я!» Так и здесь эти подготовительные этапы, чему они служат? Служат тому величайшему, к чему призван человек. А именно, через это познание себя, через это искреннее обращение к Богу и покаяния, когда мы открываем душу свою Богу действительно, действительно, реально, не мечтательно, действительно душа человеческая становится способной к соединению с божественной благодатью. Благодать Божия осеняет такого человека. Она приходит к человеку и он постепенно это всё больше и больше силы начинает переживать это благо от переживания самого Бога. Как вы знаете, есть замечательные слова «вкусите и видите яко», то есть как блах Господь. Все те, кто остановились на этот путь и которые через это понуждение себя к этой правильной христианской жизни приобщались к Богу, ибо Он близ нас есть, близ нигде-нибудь, Он только стучит, как Он говорит в апокалипсисе, знаете, есть такие слова «вот я стою и стучу, и кто откроет мне дверь сердце, к тому я войду и к тому и с тем мы будем пировать». Понимаете, что написано? И действительно, действительно, человеческая душа переживает этот пир, этот действительный духовный пир. Как? В чём? Об этом совершенно отчётливо говорят. Плод духовный есть любовь. Скажите, «А что-нибудь большее есть в человеческой жизни, чем любовь? Ну-ка, назовите что-нибудь большее!» Говорит, «За любовь всё человек отдаёт, даже жизнь! Даже жизнь! Всё готово! Когда сердце пылает любовью, всё, ничего высшего, ничего нет! И когда это есть, это предел! И апостолы пишут, плод духовный есть любовь! Ах, мало? Радость! Мир! Подумайте, какие плоды! Какие плоды выздоровления души! Вот оно мы начинаем пожинать плоды! Начинаем понимать, что такое духовная жизнь! Конечно, как её... Как достичь этого? Конечно, об этом надо бы поговорить. Что такое молитва? Что такое грех? Это всё тема, я говорю. Какие отношения с духовником? Как относиться к своим добродетелям, так называемым, и к добру, который мы совершаем? Вы знаете, как много... Но если вы согласны сидеть до завтрашнего утра, то я, конечно, могу всё это сейчас начать и излагать. Но при условии, если вы не захватили с собой гнилых помидоров и тухлых яиц? Да. Ну, хорошо, я вижу, что я слишком задержал очень ваше внимание. Да, уж извините, но если какие-то вопросы... Конечно, вопросы, то тьма. Я прекрасно понимаю, даже кое-что я сам назвал вам. Но это всё уже целые отдельные темы, которые я, ну, не могу просто сейчас затронуть. Но, как если есть вопросы такие небольшие, совсем маленькие, маленькие, махонькие, то я попытаюсь, может быть, что-то ответить. Ну, пожалуйста, да. Алексей Ильич, несколько вопросов по поводу соборования. Есть ли смысл приступать к этому таинству здоровому человеку? И действительно ли соборующемуся прощаются нераскаянные и забытые грехи? Ну, дело в том, что действительно у нас произошло некое искажение в понимании этого таинства. Это действительно такой очевидный факт. Вы знаете, его установление церковью исходит из слова апостола Иакова, когда он чётко говорит, заболеет ли кто вас, пусть призовёт пресвитеров и пусть они совершат молитву над ним. И молитва их исцелит болящего. И если есть грехи, простит ему их. Первое, что обращает на себя внимание, призовёт священника, то есть он уже не может идти сам. То есть речь о какой? О тяжёлой болезни. Потому что в обычном смысле, в обычном достаточно человеку, сверхдостаточно, если он причащается, исповедуется, причащается, сверхдостаточно. Нет выше таинства, чем причащение. Нет! Это панацея! Так? В отношении соборов не значит, видите, что требуется? Усиленная молитва о человеке и даже ни одного священника, он пишет, а пресвитеров. И действительно, в начальной церкви считалось даже необходимо семь священников даже, чтобы прийти к этому исключительно больному человеку для молитвы над ним. Вот, оказывается, что усиленная требовалась молитва. Ну, а теперь, я не знаю, это такие вплоть до сказок рассказывают, прямо сказки настоящие. Прощаются забытые грехи. Откуда это взяли? Из-откуда? Интересно. Что за сочинение? В несколько раз в году один и тот же человек своими собственными ножками приходят. Причем, в какой атмосфере часто бывает, я вам скажу, просто странный, полно народу. Так, и вы понимаете, какой тут, не знаю, какая тут молитва уже, насколько может быть, но самое, конечно, главное, что это превращается в какой-то, в некий ритуал. Причем, с этой идеей, которая ниоткуда не следует, что будто упрощаются забытые грехи или даже чуть ли не больше и все прочее. У нас есть таинство исповеди, у нас есть таинство причащения. Вот, здесь, в данном случае, апостол Иаков говорит, и если есть грехи, простятся ему. О чем идет речь? В любом церковном таинстве, принимаемом с верою и покаянием, происходит прощение грехов и в исповеди, и в причащении, и в бракосочетании, если подходит правильно, и в священстве, и в монашестве, и в соборовании. В данном случае соборование не представляет собой никакого исключения. Но, к сожалению, вот такая молва разносит вот такие вещи и смущает подчас людей. Поэтому собороваться, если уже кто желает, да, ну что же, когда есть тяжелые очень болезни, тяжелые, неизлечимые, ну что же, это неплохо, это неплохо, когда тяжелые, неизлечимые. А вот так, как это стало своего рода каким-то обычаем, как подойти на все наши подпомазания, то это уже тут граничит с чем-то, с чем-то не совсем нормальным. Вы извините меня, что я так говорю, но это действительно. Апостол завещал не это. Алексей Ильич, как понимать совет Иоанна Кассиана Римлянина не молиться, пока не попрошу прощения у брата своего? Ну, это Кассиана Римлянина собственно фактически прилагает слова евангельские «Я стави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Вот о чем идет речь. Потому что как же я спрашиваю Господи, меня помил, а я его не милую этого. Помните там притча, как Христос говорил? Один был должен там десять тысяч талантов. Знаете, что такое талант? Если брать о золотом таланте, то золотой талант – это примерно пятьдесят килограммов золота. Один талант. Если золотых талантов, если серебряных талантов, то там двадцать примерно двадцать, ну, пять что-то такое, ну, половина талантов. Ну, все равно, даже если серебра. Десять тысяч! Представляете? Помножьте на пятьдесят килограмм. Ой, Боже мой! А так и ему вдруг царь прощает потому, что он вымолил у него прости, не могу. И вдруг встречает свое собрата, которое должен ему сто рублей. И давай его душить! Помните, какой финал этой притчи? Царь его призывает, ах ты такой, продать его в рабство, все конфисковать, тасковать, чтобы он знал вот о чем говорит и Кассиан Римлян. Поэтому действительно это очень серьезное дело. Пока на душе лежит вот этот тяжелый груз, надо постараться. Если есть возможность контакта, то и спросить, конечно, примириться и спросить прощения. если нет возможности контакта, в душе своей простить его. Простить. Подумал о том, что а я что все время поступаю честно по отношению ко всем? Я никого не обидел? Да? Я никого не расстроил? Я никому не причинил никаких страданий и болей, что ли? Господи, прости меня и его! Варсенофе великий, поэтому даже говорит так. Хороший, кстати, совет дает. Говорит, нужно молиться следующим образом. Господи, молитвами брата это моего, святыми молитвами брата моего, помилуй меня и его. Вот, какого брата? Вот того, на кого у меня эта неприязнь, неприязнь, вот это огорчение, ссора. Вы слышите, как посоветовал молиться? Господи, святыми молитвами брата моего, спаси меня и его. Здорово, правда? Святыми молитвами этот паршивец! Негодяй! И вдруг с его святыми молитвами. Оказывается, это средство очень эффективное. Советую попробовать. Думаю, всем нам пригодится. Объясните, пожалуйста, слова «не протився злому» применительно к современному злу. Что нужно считать таковым? Ну, во-первых, это нужно обратить внимание. Одно дело, когда в Евангелии говорит о личных отношениях, о личных отношениях с кем-то. И совсем другой характер это приобретает, когда мы пытаемся перенести это на общественные отношения. Не протився злому по толкованию святых отцов, то есть по объяснению, потому что толкование как-то подчас звучит, да, по объяснению именно святых отцов речь вот о чём? Они расшифровывают и говорят, если какая-то ссора. И если ты видишь несправедливые обвинения, постарайся спокойно объяснить. Но если тебя не слушают, ты видишь, бесполезно. Прекрати. Перестань. Противиться что значит? Объяснять, толковать, насколько я прав, а ты не прав. Обычно же в этом происходит всё. Ты не прав, а я прав. Не протився этому. Перестань и прекрати. Не мечите бисера... Ой, дальше уж очень... Для нас звучит как грубо. Бисера перед свиньями, но речь идёт не об оскорблении, а потом о том, что... О непонимании, когда непонимание видим. Не протився, перестань. Нет другого способа не разжигать дальше вражды. Мы же всегда иногда начинаем о мелочах каких-нибудь спорить и доходит до чего? До пожара настоящего. Не протився, прекрати, перестань. Воздержись. Воздержись. Тот человек не может. Ну так ты хотя бы не протився этому. Прекрати. Прекрати, остановись. Вот какой имеет смысл. А совсем не тот, который часто навязывает на какой-нибудь там негодяя или бандит чего-то такое творит и, значит, не принимай к нему никаких мер. Что за чепуха такая? В Евангелии не сказано, не протився злу. Ничего подобного. Не протився злому. И вот в этом смысле речь идёт. не разжигать дальше вот этой ссоры, этой вражды. И вот о чём идёт речь. Как подходить к причастию, если ты точно знаешь, что твоя греховность никуда не денется? В данном случае нужно прекрасно, то есть хорошо понимать, конечно, себя. Я подошёл к исповеди. я назвал свои грехи. Назвал, в частности, и тем, о которых я точно знаю, что они опять у меня будут. Я всегда говорю, ну, Господи, ну, конечно, я осуждал, но я знаю, что я тут же только от отдаю от исповеди и тут же уже что-нибудь увижу и ах! Есть страсти. Понимаете, в чем дело? Страсти, они живут в нас. И это очень важно, это осознать. Поэтому в данном случае нужно просто понимать, Господи, я понимаю, я каюсь, я хочу не повторять этого. Но, увы, я настолько болен, я знаю, что я опять сорвусь, и это будет. Но я хочу. И насколько возможно, я просто постараюсь воздерживаться от этих грехов. Вот единственное, что мы можем. И, подходя к причастию, если хотите, мы даже... Господи, помоги мне! Ты видишь мою душу, от Бога-то ничего не скроешь. Одно дело, я равнодушно, сказал, отчитался о грехах и подошёл к себе и продолжаю так же жить. Другое дело, когда я искренне хочу... Господи, ты видишь мою душу? Я хотел бы избавиться от этого, но, прости меня, настолько, оказывается, настолько больной, настолько больной, что не могу не чесать свою чесотку. Слышите? Да, я бы хотел этого не делать, но, увы, не могу. Поэтому требуется, что вот это осознание своей болезненности, вот то, что именуется на христианском языке смирением. И действительно, Господи, смиряюсь! Верно! Верно! Я действительно вижу, что я больной, негодный. Господи, прости меня! Я понимаю, что я опять сорвусь, но помилуй меня! Мне кажется, то есть не мне кажется, а именно говорят, вот с таким надо сознанием подходить. Не в том смысле давать себе свободу, а именно всё-таки Господи, помоги мне! Насколько могу, я постараюсь воздерживаться, хотя и знаю, что опять я сорвусь. Вот так. И тогда с таким сознанием, то, что именуется смирением на христианском языке, я думаю, что человек может подходить к причастию. Алексей Ильич, как нужно относиться к тяжёлым грехам, которые человек совершил в своей молодости, уже исповедовался в них, но они всё равно остаются в его душе? А почему это в молодости? А может, и не в молодости. Такие оговорки делают. Смотря кто, в каком возрасте, да, может сотворить что-нибудь такое. Много лет назад. Ага, вот это другое дело-то, да. А может и немного. Да. Ну, первое, конечно, если он искренне покаялся, действительно не отчитался, а покаялся, потому что это разные, сами понимаете вещи. Если он искренне покаялся, то повторять на следующей исповеди не нужно. Но забывать об этих грехах тоже не нужно. Потому что эти тяжёлые грехи, которые совершены, они мне напоминают о том, кто я есть. От того, что я покаялся, это ещё не значит, что я излечил эти свои страсти. Совсем ещё не значит. Поэтому полезно эти грехи, эти грехи, так сказать, напоминать себе и продолжать перед Богом, если хотите, каяться, да, продолжать просить у него, просить помощи его, просить, чтобы Господь помог исцелиться мне от самой страсти. Ибо нужно же понимать разницу. Одно дело – грех, другое дело – страсть. Это совсем разные вещи. Грех – это вот украл, а страсть – это воровство. Я никого не украл. Но страсть во мне живёт. Разница-то какая? Очень большая разница. Грех – это факт. Уже фактическое осуществление страсти. Так вот, эти тяжёлые грехи, они свидетельствуют мне о той страсти, которая во мне, то есть о той болезни, которая во мне сидит. В грехе самом я покаялся, а вот эта сама болезнь-то во мне, она, конечно же, во мне живёт. И это надо, конечно, помнить и, и, конечно, продолжать перед Богом каяться. Вот так. Такой жизненный вопрос. Как православному человеку выбрать профессию? Бухгалтерам, юристам, адвокатам, менеджерам и многим другим часто приходится идти на обман, лицемерить. Как избежать этого, если понимаешь, что на маленькую зарплату не проживёшь? Конечно, это жизненный вопрос в наше время. И здесь, конечно, дать вот такой ответ в общей форме, сами понимаете, в общей форме, это трудно. Мне кажется, в каждом конкретном случае нужно разбираться особо. потому что и даже работая таким образом, всё-таки можно по-разному относиться к тем, я бы сказал, искушениям, которые возникают на этой работе. По-разному. Надо не забывать, что одно дело, когда мы говорим «грех», а что под ним подразумевается? Например, грех. Ты видел, сорока пролетела? Да? Да, видел, а сам не видел. Ну, ладно. Но я никому не причинил никому вреда, кроме себя самого, конечно, собрал. Другое дело. Я собрал так, что другой человек верёвку на шею накинул. А всё один грех название – обман. Так и здесь, в данном случае, если человек вступает на стезю вот одной из этих профессий, и здесь то же самое, можно по-разному осуществлять эту деятельность. Очень по-разному. Можно преступно вести себя. Можно это до того предела, который только позволяет этой ситуации сократить, то есть уменьшить этот грех, насколько это возможно. И здесь уже судьёй для человека является только его совесть. Он может видеть, когда он может, что называется, простите меня, хапнуть, а когда может удержать эту свою руку от несправедливого, от незаконного поступка. Вот так, мне кажется, ситуация, потому что я понимаю, что очень многие сейчас окончают университеты, да, и уже по этому направлению должны работать, и действительно сейчас жизнь в этом плане очень трудная, но, мне кажется, единственный возможный вариант в данном случае именно такой, такой, да, по-разному можно относиться, даже работая вот на таком поблище, по-разному, от от минимального до бесконечно преступного. И христианин, конечно, постарается максимально не поступать против совести, занимаясь этой деятельностью. Вот так, я думаю. Алексей Ильич, в чем разница между покаянием и самоедством? Самоедством? Да, есть, говорят, самоеды, было такое племя. Дело вот в чем, что, может быть, искреннее раскаяние в том, что я сделал не так, а, может быть, то, что назвали самоедцев, когда человек уже настолько погружается в это, в совершенное деяние, что непрерывно его вращает перед собой и доводит себя до состояния какого-то уныния и даже отчаяния. Один из признаков неверного отношения к себе – это является появление уныния. Поэтому советую так, что ты совершил, действительно, стань перед Богом на исповеди перед священником и скажи и всё и оставь и прекрати потом вращать то, что на тебя наводит вот это вот состояние уныния или отчаяния. Если видишь, что это наводит, прекрати. Одно дело – вспоминать для того, чтобы понимать, кто я есть, и совсем другое дело – когда начинается, уже переступаешь границу и начинается уныние и отчаяние. Этого делать нельзя! Нельзя почему? Это неверно! Ибо Бог наш, Бог, желает нам блага, а не зла. И грехом называется всё то, что приносит нам зло. А уныние и отчаяние – это есть зло! И поэтому это является грехом! И нельзя, исходя из одного греха, совершать другие, может быть, даже ещё худшие, чем то, что было сделано. Вот примерно такая разница. Здесь надо быть рассудительным. Святые отцы так и говорят. Нет добродетели без рассуждения. Слышите? Вот мы касаемся одного из элементиков маленького духовной жизни, как требует рассудительности. Уныние и отчаяние – грех. Причём, очень тяжёлый даже грех. особенно то, что касается отчаяния. Поэтому доводить себя до этого состояния ни в коем случае нельзя. Как важно причастие в судьбе крещённого ребёнка? И как часто следует причащать ребёнка до семи лет? Вы знаете, если мы обратимся к святоотеческому учению первых столетий, первого, я бы сказал, пятисотлетия хотя бы, то там мы видим, что детей причали редко. По той простой причине, что детей почти не крестили. Крещение детей вошло в практику гораздо позднее уже, примерно окончательно, как пишут историки церкви, приблизительно к IX веку у нас в православии. На Западе там уже к V веку, а на Востоке только к IX веку, когда, так сказать, духовная жизнь стала ослабевать и перенесли основное внимание на внешние формы церковной жизни – крестить, причастить, а до этого обращали внимание искоренить страсти. Так вот, если касаться древней церкви, то там детей мало крестили, следовательно, и о причине вопрос отпадает сам собою. Вот, если касаться нашего времени, то, видимо, надо следовать такому. Господь сказал о некрещенных детях, которые хотели к нему подойти, а ученики не пускали. таковых есть Царство Небесное. Таковых этих некрещенных. Мы как-то совершенно забыли об этом. Ну, Христос сказал, ну, да, но мы же лучше многое понимаем, наверное, чем он, в кавычках. Так вот, в данном случае, поэтому, может быть, такая практика была бы наиболее целесообразной. Причащать детей было бы наиболее полезно в том случае, когда причащаются сами родители. вместе с родителями, с матерью, с отцом, ну, с бабушкой там или с каким-то... Вот так. Но лучше именно, когда с родителями. Почему? В чём дело? По очень простой причине. В причастии, будем говорить образно, омывается человек. И когда он омывается, а попадает опять в атмосферу своих родителей, которые не омытые, то получается так – его чистенького прямо в грязную лужу. Плюх! После причастия. И что же тогда от причастия остаётся? Поэтому наилучший вариант был бы, конечно, таков, чтобы причащать детей вместе с родителями. Кстати, это имело бы и другой положительный эффект. Уже не смотрели бы на причастие, как на какой-то магический акт. Главное – причастить. Зачем? Что это? Главное – причастить. А здесь бы уже готовились по родителям. Ох, какое-то великое было бы благо! Они бы очищались, и тогда бы ребёнок вместе с ними также был бы в той же чистоте, как и родители. Это было бы великое благо, поскольку родители и дети – это одно тело, одно, цельное, и нельзя пытаться одну часть помыть, а другую оставлять грязным. Никакой пользы не будет. Да-да, именно это совершается часто. Забываем. А то прямо от телевизора и к чаше ещё причащают. А-а-а! Ту-ту-ту-ту-ту! Во что превращается? Во что же это превращается? в какое-то магическое действие? Неужели мы не понимаем, что таинство только тогда является спасительным, когда человек принимает его с верой, покаянием и обещанием Богу исправиться? Я особенно обращаю внимание на последнее – и обещанием Богу исправить свою жизнь. Тогда только, ибо Бог видит наше состояние. А когда мы, родители, и не думаем об этом, а только бы нам ребёнка причастить, только бы причастить, тогда что мы делаем? И не понимаем, что мы же ответственны будем за его состояние. То есть родителям надо готовиться к причастию. Что апостол Павел пишет? Кто ест или пьёт, я говорю, причащается недостойно, тот суд себе ест и пьёт. В данном случае кому это суд будет? Родители, ум родителей, душа родителей, воля родителей, совесть родителей же сейчас заменяет у ребёнка. Ребёнок ещё ничего не осознаёт, не понимает. Вы, родители, и так, вы подготовились? Вы подготовили свой ум, своё сердце, свою душу. Подготовили, да? А, ну, пожалуйста, причащайте ребёнка. Ах, не подготовили? Так тогда что вы делаете? Кусочек, этот живой кусочек причащаете, а не ребёнка? Так вот, полагаю, что для того, чтобы действительно причастие для ребёнка было действительно вот этим бальзамом, бальзамом, так, необходимо родителям готовиться. А если уж они готовились, то, наверное, бы можно и причаститься. И это было бы прекрасно. Тогда было бы прекрасно, а не так несутся все ребёнка причастить. Да, если хотите, ребёнок в 10 тысяч раз меньше нуждается в причастии, чем вы, родители, потому что он ещё свят. Таковы их из Царства Небесные, сказал сам Господь, и вы его несёте причащать, а сами вас тоже превращают в лукавство какое-то, или невежество, или непонимание. Итак, если мы хотим, чтобы действительно ребёнку хотим благо, то должны сами родители в первую очередь должны готовиться, потому что, повторяю ещё раз, ум родителей, сердце родителей, душа родителей, совесть родителей, – вот что отвечает за достоинство, то есть за полезность причастия, а не сам факт причащения. Сам факт – это, знаете, в шаманстве. Таинство – это не магия. Надо запомнить, Дух Святой видит состояние души родителей. Дети таковых есть Царство Небесное, а вы, родители, что делаете? Причащаете его? Что подразумеваете? Что подразумеваете? Чтоб не болело. Да. То он кашляет, а то он кричит. Материалисты, о душе даже и не думаем, потому что с душой всё ясно, Господь сказал, о душе не думаем, иначе бы сами бы старались подготовиться как следует, для того, чтобы действительно ребёнок получил максимальную пользу от причастия, а не просто сам факт причащения. Вот так. Объясните, пожалуйста, слова Иисуса Христа в 9 главе Евангелия от Марка. Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. На эти слова очень хорошо, я бы сказал, отвечает святой Исаак Сирин. Это великий подвижник 7-го столетия, кстати, замечательный подвижник, на учении которого воспитывался не только весь Восток, но и Россия. Его рано перевели даже и у нас на савянский язык. И это любимый, один из любимых эскетических писателей. У него есть вот такое замечательное слово, где он пишет «Постарайся войти во внутреннюю клеть свою». Клеть, то есть, то есть, во внутреннюю, ну, горницу, что ли, свою, клеть свою, и там увидишь клеть небесную, ибо ибо то и другое одно и то же. Что он подразумевает под клетью небесной? Это подразумевает не что иное, как те слова Христа, когда он сказал «Царство Божие внутрь вас есть». Оказывается, вот где Царство небесное оказывается. Вот оно где. Поэтому тот, кто постарался войти во внутреннюю клеть свою, тот, оказывается, входит в клеть небесную, ибо, представляете, это одно и то же. Правда замечать? Мы всё-таки небесный рай там, там, да не там, а вот здесь оказывается. Постарайся войти. И многие, действительно, достигали того, что, ещё не вкусив смерти, уже входили в эту внутреннюю клеть, и там уже видели эту клеть небесную, которая и есть Царствие Божие. Правда, замечательный у него ответ? Вот, святые. Надо их почаще читать, и всё будет в порядке. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от мыслей во время молитвы и вообще от плохих, навязчивых мыслей? Ну, очень просто, не думайте. Ну, что же ещё? Как избавиться от воровства? Ну, не воруй! Ну, что же? От того же, как избавиться, не ругаться? Ну, не ругайся! Я понимаю, конечно, я немножечко шучу здесь, да, естественно, но, действительно, совет очень такой решительный, совет, настойчивый совет и постоянный, совет, я бы сказал, всех святых отцов, совет проверенный, просто бесчисленное количество раз, они советуют приучать себя, начать приучать себя, наконец-то начать себя, приучать себя к молитве Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Сколько раз повторять? Десять, двадцать, сто и больше! Стараться в любое время, например, читает лекции какой-нибудь там профессор, ну, неизвестно, что говорил, ну, что терять времени? Почему не сказать про себя? Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Ну, и его тоже, да, особенно, когда не то говорит. Вот, оказывается, ведь, вы знаете, многие вещи, ведь не сразу же можно получить. Мы сразу хотим, как избавиться от мыслей? Ну, сейчас рецепт дать снотворное. Заснешь и избавился от мыслей. Оказывается, нет. Вот какой способ. И вообще, так сказать, мы и шутим, и вообще скажу, это серьёзнейшее дело. Мы всю жизнь не молимся. Тот, кто не молится, я бы сказал, вот этой молитвой, если он не сохраняет внимания, не научился сохранять внимание, даже на этой краткой молитве, он никогда не помолится. Он всё время будет в рассеянии. Почему так настойчиво советуют? Как можно чаще сидим ли мы, идём ли мы, на работе ли мы, в обществе ли, неважно, на улице, вспомнили? Опять, опять и опять с вниманием, благоговением и покаянием. Уж есть о чём каяться всем совершать эту краткую молитву. Но эти пять слов, может, успеем не рассеяться? Нет, Господи Иисусе Христе, нет, я уже в Антарктиде. Да? Ну, пять слов-то! Мы совсем отвыкли от внимания. Поэтому, почему и постоянно рассеиваемся. Молиться нужно учиться. Учиться! А мы думаем, что так это легко, говорят, помолись, помолись, помолись. Да что такое помолись? Надо учиться молитве, а не помолись. И вот они советуют, что эта краткая молитва, она является изумительным средством приучения нашего ума к молитве. Нашего не только ума, а если мы будем произносить это от души, то это будет и не только ума, но и сердце. Поэтому их призыв, призыв отцов, давайте учиться молиться, иначе мы останемся бесплодными всю жизнь так мы и проведём без всякого плода. Нужны доказательства? Наше теперешнее состояние. Какой наш плод? Нуль. Нет, отрицательные. Почему? Не учимся совершенно молитве. В церкви стоим, мечтаем, дома неизвестно что, ни в храме, ни в доме совсем не учимся молиться. Это ужасно! Это православные христиане. Вычитываем молитвы, проводим богослужения, а молится кто? Кто молится? Беда! Вот беда! Это трагедия! По этой причине мы и остаёмся без всякого плода. Читаем апостола Павла, плод духовный, есть, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Читаем, да, ну да, это как мод, какой-то плод. А сами никогда даже и не вкусили этого драгоценного плода. Причина? Не молимся и не учимся молиться. Вот беда какая! Надо начать! Мы и в первый класс не поступили, это надо понять! Надо начать учиться молиться. Они говорят как? В любое время эта краткая молитва, эти пять слов, это драгоценные сокровища, сокровища, которые в руках каждого из нас. Давайте воспользуемся им! Давайте воспользуемся! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Замечательно! Ну, хорошо, спасибо! А то я вижу, он хочет ещё 10 тысяч вопросов задать, это слишком будет много, правда же! Да, ну, хорошо! Да, ну, всего вам доброго! Всем до свидания! Спасибо!